Все, спасибо, Саша. Так. Переверс мы будем отравить, да? Мы его сразу начнем? Да, мы готовы. Пригласил нахать до докладчика. Пожалуйста. Докладчик просит походать. А все? Все готово? Нажимать кнопку. Какую кнопочку нажимать? Пробелку. Пробелом, понятно. А назад вернуться? Назад стрелочками. Понятно. Либо стрелочка вперед-вперед, это назад, либо пробелка. Так. И второе. Мышкой можно показывать? Можно. Можно показывать красненьким таким пером. Вот, например. Или лажать в каску. Ну, так сказать, вот что-нибудь чем... Вот так, хорошо? Хорошо, пусть будет. Я сделаю небольшое введение к своему докладу. Маленькое-маленькое, представлю. Ну, не только об этом, что я знаю, что Алексей Владимирович является специалистом, специалистом по иглоходу. Сейчас на фигулатуре, но, как он все знает про иглоходы, не только про эту группу. Вот. Однако, его научный подвиг, я не могу не сказать, в последнее время, чуть ли не в половину всей его научной работы, это ведется в области истории науки, естественно, знаний. И он ведется автором многочисленных статей о людях, о проблемах, о событиях и так далее, связанных с развитиями биологии, с историей биологии. Очень интересный человек, он прекрасный рассказчик. Очень увлекающийся человек и рассказчик. Значит, вот эта вот тема, она на самом деле, естественным образом, вытекает из многих других ранее сделанных докладов, то есть то и российской науки в частности. Да, поэтому, в общем, когда он делал доклад на недавно прошедшей конференции, как раз, о зоологии 16-го века, да, я предстал, ну, вот, в общем-то, так, доклад, о том, что он был очень полезен, неинтересен. И на нашей карте, на нашем семинаре, он очень-очень здоровья. Прошу вас, Ая Христина. Здравствуйте. Ну, передо мной стоит очень трудная задача. Пихнуть довольно короткий отрезок времени, сведения, ну, скажем так, о пяти человеках, пяти ученых, но на самом деле даже больше. Правда, она сильно облегчена мне предыдущим блестящим выступлением Максима Викторовича Винарского, который, по сути, так сказать, хотя она и называлась, так сказать, анонсировалась как рассказ о жизни и творчестве Альдра Ванде, но это было, по сути, сравнительное такой вот анализ творчества Гесснера и Альдра Ванде. И поставлена была интересная задача именно с точки зрения не просто фактологического материала, а какого-то осмысления развития идей в науке и развития самих подходов. Ну, после такого вступления, значит, вы видите, что называется, ну, я не знаю, назвать это докладом, выступлением, лекцией, возрождение зоологии в середине XVI века. Почему возрождение? Ну, потому что зоология родилась в Древней Греции, отцом зоологии мы считаем Аристотеля. К счастью большому, все работы Аристотеля, которые дошли до нас и дошли отнюдь, к несчастью, не все, переведены сейчас на русский язык. Вот три основных публикации и два небольших трактата, которые, так сказать, были совсем недавно выпущены. Так что полный корпус сочинения Аристотеля доступен к анализу. Ну, а что касается Аристотеля как биолога, то поэтому теме есть совершенно необъятная литература, и в том числе не только как о биологе, о его биологических идеях, да, но также еще и о его идеях в области токсономии и, соответственно, анализ тех животных, которых он исследовал. Ну и, так сказать, говорить об Аристотеле можно очень долго, это требует отдельной лекции, отдельного выступления. И, ну, самое основное в области биологии – это то, что вот он, вы видите, развил представление об обнародных и онородных частях, развил концепцию органа, отметил разницу между гомологичными и аналогичными органами. Ну, а то, что Аристотель уже не актуален и не вошел, так сказать, он вошел в зоологию даже в ее терминологическую часть. Вот эта вот замечательная структура, которая является жевательным аппаратом морских ежей, носит название Аристотеля Волхонаря. Ну, а далее, а далее наступило Средневековье, отнюдь не темное и не мрачное, темным был, пожалуй, только последний его век, скорее даже черным, потому что он ознаменовался прикодом в Европу чумы. В общем, оно было относительно светлым. И для нашей темы просто упомянуть для такого общего образования. Это то, что один из отцов Керкви, а именно Исидор Сивильский, он, значит, собрал все названия животных, встречающихся в трудах Аристотеля, Плинии и других античных авторов. И, так сказать, это было им, ну, в виде книги, скажем так, в кавычках опубликовано. И этот труд стал основным источником классических зоологических названий для авторов позднего Средневековья и Возрождения. Ну, говоря о Средневековье, конечно, нужно упомянуть о действительно великом средневековом ученом Альберте Великом, который прокомментировал практически все труда Аристотеля и сделал их доступными для широкой публики. И, кроме того, он изучал исламских ученых, труды исламских ученых и Алицена Авероэса. Ну, и, так сказать, что важно, так было в университетской аудитории, он разработал учебную программу для всех студентов-доминиканцев и вел Аристотеля, так сказать, ну, нельзя сказать, наверное, что университета, это было чуть позже, но, по крайней мере, вот в такой вот научный обиход и для обучения в научном обиходе, что и случилось благодаря его трудам и трудам его великого тоже, так сказать, ученика, это святого Хома Аквинского. Ну, и последнее, о чем говорится в любой истории зоологии, без которой мы никогда ни о чем не делимся, это, конечно, книга Фридриха II Гугенштауфена о соколиной охоте. Он был большущим поклонником, он все о ней знал, он охотился, но в этой книге, помимо, так сказать, охоты и того, что связано с охотой, было приведено довольно много новых сведений о птицах. Значит, а теперь мы перенесемся уже из Средневековья в действительно очень странное время, это в середину так называемого Большого XVI века, как его называют историки. Большой XVI век начался в 1400, ну, условно его границе, это 1453 год, взятие турками Константинополя, а окончание Большого XVI века, это Вестфальский мир 1648 года, который ознаменовал окончание одной из самых страшных войн, ну, каждая последующая крупная война действительно становится самой страшной, но тогда это было действительно ужасом, а именно 30-летней войне, ну, как хотите назвать, в основном, которая проходила на территории, так сказать, Германии. Вот. И попадаем мы вот в это самое время, оно очень двойственное, оно фантастически такое дуалистичное, потому что, с одной стороны, мы все привыкли его, так сказать, и знаем его, как новое возрождение искусства, ренессанс, так сказать, создание, так сказать, начало создания науки современного типа, с другой стороны, в отличие от Средневековья, так сказать, там было такое количество любителей жареной человечинки, так сказать, костры пылали по всей Европе, и не только в католической инквизиции, а еще более жестоких протестантских странах. И, значит, первое, о ком я хотел бы чуть-чуть остановиться, ничего, так сказать, о нем говорить не буду, надеюсь, что это имя, по крайней мере, всем присутствующим известно, это Леонардо да Винчи. Так вот, Леонардо да Винчи, помимо всех своих, не буду их перечислять, замечательных свой особенностей научных и художественных, культурных интересов, он занимался исследованием анатомии. Поскольку он был великий график и живописец, то, соответственно, и рисунки, так сказать, то, что он исследовал, он обобщал не только в своих текстах, а прежде всего в своих рисунках. И вот здесь мы видим совершенно замечательные, сейчас они все опубликованы и доступны даже на русском языке, но на что я хотел бы обратить внимание, что это то внимание, которое помимо собственной анатомии Леонардо уделял изучению пропорций, и то, что очень интересно, он уделял большое внимание сравнительному, как мы бы сейчас сказали, изучению. Посмотрите, вот этот знаменитый рисунок человеческого плода в матке, это матка беременной коровы, мы видим сердце быка, наконец, сравнение ноги и кости человека и лошади, а также вот здесь вот он, посмотрите, интересно, занимался сравнением самоизучением, как мышцы сухожилий ступни человека и медведя, почему, а прямохождение, его интересовала вот связь прямохождения и анатомического строения, соответственно. Но, увы, все это практически, так сказать, было сделано, как сейчас говорят, в стол, плывло гораздо позже, это сейчас мы восхищаемся его работами, а сейчас перенесемся в середину уже, собственно, и 16-го календарного века, который, пускай, совпадает с середины большого 16-го века, и вот здесь нужно сказать, что, как мне кажется, история зоологии очень во многом связана с историей медицины, причем совсем немножко другим путем, чем история ботаники. С ботаникой все понятно. Растения выступали как источник лекарственных средств, так сказать, очень давно, и понятно, почему развивалась ботаника, понятно, почему выходили травники, понятно, почему ее преподавали на медицинских факультетах. Ну, а что касается анатомии, что после прорыва, когда было разрешено проводить исследование на трупах, строение человеческого тела, то вот здесь действительно колоссальным прорывом была работа Андрея Савизалия, так сказать, это он из семьи профессиональных лекарей из Брюсселя, то есть из Фландрии, учился, значит, соответственно, во Фландрии и во Франции и в Париже, а работал и преподавал преимущественно в Италии. Ну, получил степень бакалавра в Леве, был доктором медицины Пудуанского университета, и один из первых он стал, значит, как я сказал, уже он стал делать вскрытия и на основании своей работы он издал совершенно вот прославившую его книгу, трактат, которая перевернула по сути медицину о строении человеческого тела. И в этом трактате он обобщил и систематизировал достижения в области анатомии. В основу книги легли лекции, которые он читал в Падове, и, так сказать, свои лекции для иллюстрации он препарировал этих лекций человеческие трупы. В книге содержится, вот в этой книге, тщательное исследование органов и всего устройства человеческого тела. текст в книге сопровождался рисунками художника Яна Стефана Ван Калькара, постоянного иллюстратора книг Визалия. И публикация этой книги стала возможной благодаря многим достижениям эпохи Возрождения, включая открытие в изобразительных искусствах, а также изобретение в технике книгопечатания. И благодаря последним иллюстрации в книге превосходят точностью и тонкостью линии все, что было прежде. Но тут еще следует сказать, что в строении человеческого тела Визалия исправил целый ряд ошибок, которые были в трудах такого канонизированного отечного автора, как Гален, ну и в том числе идея, согласно которой печень, а не сердце является центром кровеносной системы. Хотя и, так сказать, некоторые ошибочные представления Галена он продолжал поддерживать, скажем, считал, что венозная, да, и кровеносная система, они являются, так сказать, разными, поскольку венозная артериальная кровь относится к различным типам жидкостей. Ну вот, Визалия опубликовал свою работу, ну а дальше, не знаю, может быть, даже не стоит останавливаться подробно на дальнейшей его, так сказать, краткой биографии, но служил он Габсбургом и, соответственно, выполнял, часто заменял личного врача короля Карла Пятого, а затем перешел на службу после отречения Карла Пятого к его сыну Филиппу Второму, который, возможно, так сказать, известен благодаря литературным произведениям. Умер он, когда возвращался из паломничества в Иерусалим, потерпев кораблекрушение. И, так сказать, место его захоронения неизвестно. Но вот этот вот большой 16 век, он знаменовался еще чем? Расширением на самом деле пространства, которое люди знали. Был открыт новый свет, было открыто азиатские земли, тихоокеанские. Туда путешествовали воины-купцы, а за ними следом шли интересующие этнографии, зоологии, ботаникой, то есть то, что в то время называлось естественной историей. И значит, вот эта вот страсть к изучению, она безусловно путешествием и вот такому изучению она влекла довольно многих людей. И вот одним из таких был Пьер Белон, который, так сказать, Думен, это его зовут по месту и городу его рождения. Специального университетского образования у него не было. Он, так сказать, получил образование первоначально просто, так сказать, был учеником аптекаря и, так сказать, как всегда в то время, получая какие-то протекции, мог удовлетворять, скажем, свою страсть к изучению неких предметов. Так он был в Германии и обучался ботанике в Виттенбургском университете и, так сказать, проехав по землям, германским землям, так сказать, занимался изучением ботаники, а из, так сказать, ну вот, из других интересных вещей следует сказать, что он увлекся идентификацией растений, которые были описаны диаскоридом Теофрастом, знаменитым античным ботаником, и предлагал перевести на французский язык некоторые из древних ботанических трактатов. И, соответственно, он считал, что поскольку рисунков-то не сохранилось, то нужно ездить в путешествия, чтобы понять, о каких растениях идет речь. И ему удалось попасть вместе с посольством французским в Турцию, в Константинополь, и, соответственно, посетить не только Турцию и, собственно, то, что сейчас под ней понимается, но и другие многочисленные владения Османской империи, в том числе Египет, Синайский полуостров. Но одно время он немного обучался анатомии в университете Монтелье, это юг Франции, где был учеником Ренделе, слушал у него лекции, об этом Ренделе чуть позже. Но, обосновавшись в Париже получил некое свое положение, во-первых, лицензиат, когда ему присвоили звание без окончания университета и защиты, так сказать, пенсию от Карла IX, но был убит разбойниками в Булонском лесу, где у него было жилье. Так вот, значит, первое это его путешествие, турецкое, он сдал по нему книгу, и это было потрясающе интересно. Это была такая мешанина, как любая книжка о путешествиях. Этнография, история, развалины, так сказать, какие-то легенды, но в том числе и животные. Книга эта вышла, выдержала три издания, посмотрите, подряд три издания, да, мы видим три издания подряд, причем-то разные издатели. Это не просто допечатка тиража, еще уже после смерти четвертая вышла. Вот в этой книге здесь вот картинки из второго издания приведены картинки к описанию животных, в том числе и таких экзотических для, скажем, европейцев, как там крокодил, жираф и целый ряд других. То есть вот это вот интерес Белона к изучению животного мира он реализовал в этом издании, но затем значит выходит извиняюсь, его работа из «Труд, посвященный морским животным». Белон под поездом, под рыбой, понимал вообще всех морских животных и основной этой темой книги было изучение репродуктивной системы дельфинов, ну и, так сказать, сток водных млекопитающих, скажем так, и большая часть вот первой части книги была посвящена именно этому вопросу изучения так сказать анатомии. значит во второй части в основном для того, чтобы доказать, что дельфины и рыбы это собственно вообще разные вещи, вот он приводит рисунки описания целого ряда рыб. Ну и не только рыб, но и, как видите, морских беспозвоночных, в частности тефалопод. Судя по всему, так сказать, эта тема его увлекла и через два года уже в 1953 году выходит его труд под названием видите, так сказать, водные животные в двух книгах. Вот этих водных животных главным образом тех, которых он видел и которые обитают в Средиземном море, он разделил на две группы бескровных рыб. Это беспозвоночные рыб с кровью, собственно, куда были включены как и рыбы рыбообразные и значит связанные с водой остальные позвоночные животные. в 1555 году это издание, книга была переведена на французский язык и значит, соответственно, широкая публика могла с ней познакомиться. всего им было в этой книге описано 110 видов рыб, 16 пресноводных рыб, ну и целый ряд морских беспозвоночных, оговорюсь, и в дальнейшем в моих иллюстрациях делается упор на беспозвоночных непропорционально и к общей части в объеме исследования работы, поскольку, ну понятно, да, что приводить в пример, там, я не знаю, так сказать, десятки видов самых разнообразных рыб, а мне хотелось показать, что и, так сказать, вот на кафедре зоологии беспозвоночных, что и беспозвоночные уже вот в этот период начинают изучаться и описываться и посмотреть и изображаться. Мы видим ракообразные, так сказать, соответственно, кишечно-полосные моллюски, иглокожи, ну и рыбы и даже морские связанные с водой млекопитающие, да. Ну и, наконец, последней зоологической работы Белона, а он еще опубликовал в это время одну небольшую книжку о дереве. Это была его орнитология. Она вышла на французском языке, на латинском языке нету ее латиноязычной версии. Ну вот посмотрите, значит, описаны изображенные Белоном многочисленные виды птиц. Но и здесь очень чем знаменита и интересна эта книга, тем, что изучив скелеты двухсот видов птиц, Белон впервые установил гомологию частей различных позвоночных, в том числе и человека. И она знаменита вот этим рисунком, сопоставлением скелета раздельных частей скелета с чем так сказать это считают издание этой книги как бы отправной точкой, ну условно отправной точкой начала развития сравнительной анатомии. Хотя, как я уже сказал, и Леонардо, но правда это опубликовано не было, занимался сравнительным изучением, а вязали также вскрывал и изучал животных, но правда по чисто такой вот как бы практически в кавычке задачи, поскольку Гален основывался во многом на изучении анатомии животных, то вязалию, чтобы понять где он был прав, а где ошибался, он специально вскрывал тех животных, которых вскрывал Гален и сопоставлял. Так что он тоже занимался сравнительной анатомией. Ну а теперь я бы сказал, что вот мы переходим к центральной, на мой грешный взгляд, фигуре. Это фигура Диома Ренделе. Родился он в семье фармацевта, воспитывал его старший брат после смерти отца. И, кстати, замечу, что вот из пяти человек, о которых идет речь в этом выступлении, только один сальвяний изначально собирался быть и стал медиком. Все остальные пришли к медицине и зоологии, начинав совершенно по-другому. Ну и вот Ренделе не исключение. Он сначала изучал латыншу, ластофию, а потом, вернувшись в родной город, Монтелье поступил на медицинский факультет. Ну, после преподавания, так сказать, в разных районах Франции, все-таки он в конце концов возвращается в Монтелье, где получает степень доктора медицины, затем профессора медицины. Занимает он, вот видите, здесь на этом пантрете написано канцеляриус, он занимает должность канцлера, канцлера в средневековом, уже не в средневековом, в нововременном, скажем так, университете. Это представитель церкви, а кроме того, он утверждает постановление о присуждении ученых степеней и вердикты ректорского суда. Ну, здесь просто, так сказать, ради такого анекдота исторического чуть было не вышиб из этого университета Нострадамуса, поскольку тот издевался и критиковал изучающих фармакологию профессоров и студентов, но в конце концов оставил, но из Нострадамуса, как мы знаем, хлеб это все равно не получит. Ну, так сказать, будучи уже известным врачом, он и публиковал и работ по медицине, был врачом Фросада Турнона, извиняюсь, опечатка, который покровительствовал и Билону еще, на самом деле, вот так подумаешь, какой-то кардинал, кардинал, что он там покровительствовал, по сути дела, он занимал должность, скажем, по-современному министра иностранных дел папского престола. Вот, и вот в свете кардинала Ренделе путешествовал по Франции, так сказать, по территории Фландрии, нынешней Бельгии, Италии, и во время путешествия он также увлекся изучением морской фауны и околоморской фауны и, соответственно, изучал морских животных. Ну, закончил, так сказать, свою научную и, так сказать, не только научную карьеру он как ректор университета в Монтелье в 1556 году. В 1556 году он основывает в Монтелье первый во Франции, один из первых в Европе анатомический театр. И это вот известная история, описанная в работах по истории медицины, что он не мог проводить исследования, поскольку пережитки были очень сильны, и вскрытие трупов как-то было разрешено, но не приветствовалось. И вот это намудришь на себя жуткая деталь. Когда у него умер его маленький сын, он увидел в этом возможность для обучения, публично анатомировал труп своего сына в новом анатомическом театре, чтобы выяснить причину его смерти и, так сказать, привлечь внимание к этому. Но занимался изучением анатомическим печень и почек сердца и был сторонником Аристотеля положения о том, что форма следует функции. Его лекции пользовались большой популярностью, известностью в Европе. Я уже говорил, что Белон какое-то время у него... Ой, Гесснер какое-то время учился и Белон, и, значит, ну, и Альдрованди. В конце жизни Ранделе увлекся идеями реинформации и незадолго до смерти стал членом гугенотской общины. Умер он в 1566 году, зародившись дизентерией. Его ученик... Вопрос. Да? Он был католиком пересекционным протестантом? Да, да, конечно. Ну, как он мог быть канцлером университета, представляющим престолы, так сказать, на потрете, как видно, он выглядит, ну, совсем не по-професситански. Это была эпоха, да, протестантизм заступал. Ну, вот его ученик Лоран Жюбер, который, видимо, перевел книгу Ранделе о морских животных на французский язык, писал, что он был большой любитель хорошей еды, сладостей, винограда, фруктов, увлеченный музыкантом в студенческие годы, сам сделал себе скрипку, веселый, щедрый человек, любил хорошую компанию, шутки и веселье. Когда Ранделе слишком располнял для танцев, то устраивал балы и с удовольствием на них смотрел. Ну, а также интересовался сельским хозяйством и строительством и тратил много средств на переделку своих домов. Был дважды женат, ну, первая жена умерла, понятно, все-таки в то время он был еще католиком, ну, после смерти был женат вторым браком, первым. Ну, и опять же, просто, чтобы немножко вас отвлечь от зоологии, он был другом знаменитого писателя Франсуа Рабли и в третьем томе Горгантьюая Пантедруэля, это третья книга, в районе 31 главы, значит, вывел Ранделе в виде веселого циника доктора Рандибаса. Судя по сентенциям Рандибилиса, судя по сентенциям Рандибилиса, он отнюдь не был скромником и был возможным и любителем прекрасной половины человечества. Ну, к сожалению, это нужно читать, почитайте, потратите пять минут, получите колокальное удовольствие, и, кстати, заодно прекрасную пародию на преподавание в то время в университете, поскольку у меня это опущено за недостатку времени и места, так сказать, ну, повеселимся. Панург, один из героев, так сказать, романа, выясняет, жениться ему или нет, на что Рандибилис отвечает. Вы сами говорите, что плоть ваша бунтует. На медицинском факультете меня учили, что подобные роды возбуждения можно успокаивать пятью способами. Во-первых, виноват, во-вторых, я имел в виду некоторые снадобные растения, которые охлаждают человека, вредно действуют на его здоровье и делают его неспособным к дедорождению. Дальше перечисляется целый ряд лекарственных растительных средств, а также шкуры гепоподава. Вот. Третьих, упорный труд продолжал мой дебилец, ибо когда человек работает, во внутренних его органах жизненные процессы замедляются настолько, что кровь, растекающаяся по телу, дабы питать его, не имеет ни времени, ни досуга, так сказать, что способствует выделению семей. В-четвертых, усердные, усердные умственные занятия, ибо во время таковых токи до невероятия истощаются, истекает сила, проталкивающая в надлежащие места плодоносные выделения, наполняющие ими полы внутри органы. Ну, и в-пятых, от плодской любви, и этот пятый последний пункт по горду вполне устроен. Так, сень аут. Так, ну, сейчас мы посмотрим, как-то закрыть, я не знаю, это продолжается, но у нас вообще-то до семи планировалось, осталось десять минут. Ничего, я как раз сейчас нормально. Заканчиваю. благо Гесснер и Андрованди уже освещены, а я, так сказать, подхожу к концу своего рассказа. Так, поехали. Значит, так, не хочет. Не хочет переключаться? Да, не хочет. Да, он не хочет переключаться. Это может быть связано. что он не захотел. Не знаю, почему не хочет переключаться. Может быть, потому что он давал какой-то вот этот информировал нас о том, что дальше. Господа, кто-нибудь в этом понимает? Мышка тоже нет. Далее, сейчас подожди, я посмотрю, что нас дали. О, сейчас подожди. Ну, вот, да, и, собственно, значит, вот знаменитая работа Ренделеа морских животных, так сказать, она вышла в 54-55 году, в 58-м году, как я говорил, был сделан перевод. Книга эта охватывает всю пресноводную морскую зоологию, не ограничивается рыбами. в ней описаны водные животные, морские млекопитающие, членостоногие, значит, и она интересна тем, что в первых четырех книгах, это, по сути, трактат по сравнительной анатомии и физиологии, где он описывает голову, внутренние органы, жабры, сердце, печень, почки, так сказать, передвижение, размножение. Ренделе делал и, так сказать, нет, Ольга описывал, но и проводил кое-какие исследования, в частности, он отмечал, что рыбам нужен воздух, который растворен в воде и который они всасывают через воду и выбрасывают через жабры и проводил эксперименты, когда закрывал сосуд с рыбами, они, так сказать, задыхались, когда в воде кончался кислород, но если крышка была закрыта, то они, значит, все поднимались туда, где, так сказать, он есть. Ну и, кроме того, он, скажем, провел такое наблюдение, что рыбы без легких, то бишь, собственные рыбы, имеют только три камеры в сердце, в отличие от морских млекопитающих, у которых их четыре, ну и как бы вот в систематической части вот этого первого тома, а также во второй части приведены описания и картинки морских беспозвоночных, посмотрите, замечательные, да, вот у нас практически представлены все главные типы морских беспозвоночных, так сказать, и кнедарий, и бриозои, и ракообразные, полихеты, моллюски, иглокожие, да, кстати, первый рисунок галатуре это ранделе, и вот, значит, кроме того, и позвоночные животные, в основном морские, но, так сказать, и связанные с морем, в том числе, не только, так сказать, рыбы, но и черепаха, вот видим, и, значит, фука у нас тут, ну и наконец, конечно, куда же без этих самых, но надо сказать, что очень сильно выпячивается у преувеличенного внутри всего оранделе, так сказать, рисунка этих монстров, да, и описание, ну, посмотрите на название-то латинское, это морское животное, да, описание, епископи хабиты, да, напоминающие по виду епископа, вот о чем он пишет, да, то есть это, ну и, соответственно, монаха, у Белона, кстати, был только монах, это все остальное, это все Кальдраванди, пожалуйста, ну, Гесснеру и Кальдраванди, а их, вот, ребята, не трогайте, они занимались вполне конкретными делами, они изучали рыб, животных, их внешнюю морфологию, их анатомию, и, так сказать, вот надо помнить, о Ранделе, не о морском монахе, а вот об этом, вот вскрытый морской еж, да, 1554 года, а вот большой практики. Ну, и последний герой, о котором буквально я скажу два слова, это тот самый, который изначально должен был быть врачом, и стал врачом, и был совершенно замечательным врачом, так сказать, дома Форнеза и трех последовательных пап, Юлия Третьего, Марсиала Второго и чудовище Павла Четвертого. Ну, опять же, анекдот. Павел Четвертый помер в момент обращения к своему окружению с призом бороться с ересью, а после его смерти народ уничтожил все его скульптурные изображения, поджег в здание священной канцелярии. Какой-то шутник, повторяя случай, произошедший после смерти Адриана Шестого, написал на двери папского врача, спасителя отечества. Ну, так сказать, после смерти он перестал быть папским врачом Четвертого, но публиковал там ряд работ по медицине, умер спокойно, он не преследовали его, видимо, он не отправлял папу последовательно на тот свет, но умер в 72-м году, имел двух сыновей, сохранился только вот этот гравировальный портрет из его книги, а книга его, значит, была посвящена изучению действительно только рыб. И надо сказать, что как Ренделе, который считал, я упустил об этом сказать, что изучать нужно обязательно животных в среде и в связи с их обитанием, и поэтому пускался в море с рыбаками, так и Сальвиане, то же самое, он описывал только то, что видел сам, поэтому не так много у него сделано, но приводится естественно синонимия, так сказать, то есть, как в античных авторах такая рыба возможно называлась, но также приводил сведения об образе жизни, приема лова рыбы и вот 92 вида, как я уже сказал, рыбы, единственные, кроме рыб, ну, если не считать миноги, которые, так сказать, ну, рыба, конечно, так же, как и, так сказать, хандрихти, они тоже же рыбы, но кто же с этим спорит? Дело в том, что он организовал специальную типографию и гравировальную мастерскую в своем доме, чтобы сделать вот эти вот великолепные гравюры на миде. Я специально привел довольно большое количество, просто получили удовольствие от того, как выглядят вот эти животные. Собственно говоря, на этом я хотел закончить, а просто чтобы дополнить чуть-чуть, так сказать, предыдущего лектора, предыдущего выступавшего, я сейчас вам покажу красивые картинки из Гесснера и Альдрованди, о которых речь шла, значит, ну, во-первых, вот это вот портрет Гесснера, интересный, значит, вот посмотрите, как выглядели его книги и о том, что это было. Ну, представляете, том, посвященный рыбам и водным животным, содержал 1297 страниц текста, а странички выглядели вот так, вот вы видите, да, вот страничка этого тома, и был проиллюстрирован 900 гравюрами на дереве. Вот, ну, а у Лисы Альдрованди, опять же, так сказать, его замечательные портреты уже, работа Карачи, он, значит, вот это книги, изданные при жизни, в баллоне хранятся экземпляры раскрашенные, вот первые четыре тома, которые вышли при жизни, это три тома орнитологии и том по насекомым, ну, насекомые, это в основном насекомые, но там и наземные членистологии и другие наземные беспозвоночные, в том числе, там, слизни и прочее, так сказать, не собственно насекомые, а вот, так сказать, морской том, видимо, он готовил, то есть это, так сказать, или, если не совсем авторский, то почти авторский том, с рыбами уже, так сказать, очень проблематично, Ну а остальные, как уже говорили, это было выпущено его учениками, и что уж там от Альдраванди, что осталось, а что от его учеников, установить довольно трудно. Ну, так сказать, вот можете порадоваться монстрам, так сказать, Альдравандевским. Здесь только скажу, что у него монстры это не только, так сказать, средневековые бастиарии, но и действительно, так сказать, уродливые, значит, соответственно, люди или животные. Ну, монстров еще и, так сказать, как положено, европейцам отнесли и туземцев. А вот том по геологии, так, металликум, да, он очень интересен, поскольку, посмотрите, ведь это палеонтология, отпечаток рыбы, это неправильные морские ежи, это трилобит, это, так сказать, соответственно, двустворка какой-то, значит, видимо коралл ископаемый. Ну, и просто уже в конец про Альдраванди, в отличие от Гесснера, он все-таки много работал сам руками, и, по крайней мере, вот, так сказать, это вскрытие лебедя и курицы, которую он производил сам, это у нас скелеты, которые он делал сам, ну, и, наконец, в общем, все-таки в его работе, собственно, энтомологические исследования были, так сказать, подняты, как всегда, беспозвоночные идут с запозданием по отношению к позвоночным, но, посмотрите, в общем, уже вполне себе так прекрасно. И, позвольте себе просто на секундочку, поскольку выключили свет, чтобы показать вам вот эти замечательные сальвианевские гравюры на медиа с изображением рыб. Ну, а за всем благодарю вас всех за внимание. Есть у нас что-нибудь онлайн из вопросов или комментариев какие-либо? Наверное, онлайн у нас есть, но, может быть, и есть. Может быть, уже и отвалились, да, на самом деле вот это то, что нам сигнализировало. Я хотел бы, может быть, чуть-чуть резюмируя то, что мы сегодня услышали и увидели, что вот, собственно, шестнадцатый лет, начало семнадцатого, который поразил, и, так вот, опять же, предыдущий доказатель, мы рассказывали, целую серию энциклопедистов и энциклопедий, явился мощнейшим толстом после двух тысяч лет практически общанных малогородцев. А лициклопедизма, да, вот естественная история, вот, в конце концов, когда такой-то уровень, естественная история вышла, как таковая, и совершенно независимо друг от друга, однако в сходных условиях возникает несколько, когда начинают работать несколько человек, которые задают эту энциклопедию, и, учитывая разнообразие, тщательность, в то же время разницу в подходах между авторами, конечно, несомненно, что это было базисом для дальнейшего развития сравнительной анатолии, да, животных, именно в первую очередь, хотя ботаники точно так же, да, эти же авторы выпускают металлические труды, по крайней мере, здесь надо, да, не отравались, вот, эти же авторы, да, естественно, как бы какую-то палеонтологию, геологию описывали, то есть тут же сразу можно считать, что вот именно этот базис, который дал толчок развитию в дальнейшем зоологии, ботаники, палеонтологии и так далее. На этих, по сути дела, еще относительно, скажем так, ну, экрептичных, да, работах, потому что тут это, 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 это балка еще, это только самые начатки таксономии, это только самые начатки вот такой вот современной сравнительной анатомии и все остальное, вот, тем не менее, все это вот пошло и пошло и пошло, уже 17-е век, 18-е века, когда эти научные наши зоологии ботаники и прочие стали настоящими науками, они все вырастают, на мой взгляд, вот из этого, да, вот из этого базиса гигантского. Можно, можно, чуть-чуть добавлю? Просто вот очень интересно, да, вот, значит, Геснер полностью, Альдраванди почти полностью, это действительно люди, которые ставили цель создать всеобщие сводки, всеобщее описание. Скажем, Белон просто был интересен. Ну да, это странствующий натуралист. Странствующий натуралист, который потом осел, который этим интересовался. Сальвяне, это, извините, энтомолог-любитель, который занимался рыбами. Он лечил папу, он лечил не только пап, занимался медициной, и вот был полностью поглощен, вот как коллекционер почтовых марок, жуков, вот он описывал блестящую эту рыбу. Хотя, конечно, не просто, так сказать, вот чисто морфологически, но еще пытался выяснить, а как ее ловят, а где она живет. То есть вот такой вот комплексный подход. Ну и, конечно, Ренделе, который, будучи врачом, и анатомом, сочетал все, так сказать, пытался, да, поскольку все-таки его книга вышла до его больших работ по анатомии в созданном им анатомическом театре, но и там уже присутствуют зачатки анатомии, да, вот на том же ЕЖ, но вот он все-таки тоже пытался уже, собственно говоря, это был зачаток науки, зоологии не только систематической, описательной, но, как я вот пытался показать, еще и каких-то представлений и о сравнительной анатомии, и о сравнительной физиологии, и о функциях, и форме, и так далее. Ну и, конечно, пять способов усмирять плоть, хорошо, так, ты хочешь флешку вытянуть? Давай закроем сначала твою ажентацию, потом вытащим, на всякий случай тоже. Так, тут надо остановить, stop recording, сам, yes. Мастер-ми, вот это стоит.